Последняя лекция будет посвящена алгоритму вывода типов, алгоритму известного под названием Хиндли Милнера или алгоритму Хиндли Дамаса Милнера. Этот алгоритм используется в большинстве строго типизированных функциональных языков. Мы его изучим, конечно, не на примере развитого языка, потому что алгоритм вывода типов для богатого языка это было бы очень такая промышленная программа. Мы его изучим на основе той системы типов, простой системы типов Simple Type Server, которую мы на третьей лекции познакомились. Ну а потом реализуем на Хаскеле, и эта реализация будет завершением нашего курса практического. Ну давайте приступим к изучению. Значит, что нам нужно будет сегодня изучить? Во-первых, ключевым понятием для алгоритма вывода типов служит понятие главного типа, по-английски Principle Type. Еще иногда говорят наиболее общий тип. Мы поговорим про это понятие. Потом мы поговорим про некоторые операции, которые у нас над типами будут. Операция подстановки вместо переменной типа выражения типа. И операцию унификации, которая как раз и лежит в основе всех дальнейших алгоритмов. Потом мы сформулируем некоторую теорему, которая, собственно, и выражает алгоритм вывода типов. Ну и дальше мы немножко поговорим про то, как на практике мы будем реализовывать этот алгоритм. Ну давайте сначала начнем с понятия главного типа. Вспомним про нашу систему, нашу систему лямбда-стрелочков в стиле кари, простую систему типов. Из чего она состоит? Ну, во-первых, у нас есть вычислительная часть, касающаяся термов, точнее говоря, предтермы. Предтермы строятся как в бестиповом лямбда-исчислении, это либо переменная, либо аппликация, либо абстракция. Ну, все соглашения о скобках такие же, как в Хаскеле, и такие же, как мы использовали раньше. Типы, очень простая система типов. Типы, это либо переменная типа, мы различаем термовые переменные и переменные типа. Переменные типы мы греческими буквами будем писать в начале алфавита. Либо это стрелочный тип, то есть тип либо переменная из начала алфавита, либо стрелка. Мы будем пользоваться соглашением, что сигма и тау это не переменные типы, а это некоторые типы. То есть изначале алфавита у нас переменные, а в конце алфавита это некоторые произвольные типы. Третье понятие, которое нам нужно будет вести, про которое мы еще подробно поговорим, это понятие контекста. Дело в том, что в термах у нас есть свободные переменные и связанные переменные. Вот как окажется, для того, чтобы типизировать свободные переменные термы, нам нужно понятие контекста. То есть мы должны про свободные переменные кое-что сказать. Ну вот, а именно сказать, какой у них тип есть. Связанные переменные такого не требуют, они, в общем, будут... Они связаны и их значение локально. А свободные переменные, они как бы глобальные, и поэтому они должны снаружи быть определены. Вот это, в общем, три таких синтактических конструкции. И у нас есть такие немножко семантического характера конструкции. Слушай, конечно, синтактические, но наделяющие вот этот вот такой чистый формализм некоторым смыслом. Это, во-первых, понятие редукции, которое нам особо нужно не будет, но тем не менее. То есть редукция — это просто бета-редукция, это процесс вычисления в нашем языке. Поскольку мы сейчас занимаемся типизацией, то само по себе вычисление нас не особо интересует, поэтому редукцию я просто здесь так добавил для дополнительных вещей. Ну и, наконец, три правила приписывания типов. Те правила, которые мы изучали уже для этой системы, и те правила, которые, в общем, в Хаскеле тоже работают. Значит, есть три правила. Первое правило типизации, оно говорит нам о том, что если у нас некоторое утверждение о том, что переменная x имеет тип σ входит в контекст, то тогда из этого контекста мы можем вывести утверждение, что x имеет тип σ. Ну, например, давайте сразу напишу, напомню, как это было. Вот у нас валидный контекст, x имеет тип σ, y имеет тип τау какой-то. Тогда из этого контекста мы можем вывести утверждение, что x имеет тип σ. Ну, ничего тут сложного нет. Что еще из этого контекста мы можем вывести, какое утверждение? Что y имеет тип τау, конечно, да. То есть здесь никаких сложностей нету, а это такая вот, ну, некоторая основа для всех остальных выводов. Второе правило тоже довольно простое, оно говорит нам следующее, что если есть два терма m и n, и в некотором контексте мы можем про них утверждать следующее, что m имеет тип σ стрелочек τау, то есть он обязательно стрелочный тип имеет, а n имеет тип σ, то тогда аппликация m к n имеет тип τау. Ну, искать или вы знаете, что понятно, что если мы функцию применяем к аргументу, то тип результата — это тип возвращаемого значения функции. То есть вот, собственно, это второе правило типизации, которое у нас есть. Ну и, наконец, третье правило типизации, оно связано с тем, как мы типизируем лямбда-абстракцию. А именно, вот здесь вот у нас происходит некоторая операция над контекстами. Если до этого у нас контексты, в общем, в предыдущем правиле контексты никак не использовались, ну, был какой-то контекст и был, но здесь контекст меняется. А именно, говорит следующее, что если в контексте g расширенным утверждением, что x имеет тип σ, выводимое утверждение о типизации, что m имеет тип τау, то тогда в контексте g с ужином выводимое утверждение, что лямбда x точка m, то есть лямбда терм, а лямбда абстракция имеет стрелочный тип. То есть мы из терма m типа τау делаем с помощью лямбда абстракции стрелочный тип. Говорим, что вот функция с аргументом x, который имеет тип σ. То есть это способ введения стрелки. Иногда предыдущее правило говорят правило удаления стрелки, а про это правило говорят как правило введения стрелки. Вот, собственно, и все правила типизации нашей системы в стиле карри. Ну, мы можем говорить про систему типа черч, которая очень похожа на систему типа карри. Вот красненьким здесь отличия отмечены. Единственное отличие заключается в том, что мы, когда делаем абстракцию, мы явно указываем тип переменной, по которой мы абстрагируемся. Любой лямбда абстракции. Ну, он там присутствует у нас, и он нам задает, конечно, некоторую дополнительную информацию о нашем терме. Если так, когда мы пишем лямбда x.m, то у нас никаких ограничений на x нет, и они возникают только из каких-то других соображений, из контекста, которые там возможно присутствуют, из утверждения типизации, которая возможно есть. То есть здесь мы обязаны всегда, всякий раз абстрагируясь по переменной, обязаны приписать ей какой-то тип. То есть это некоторое дополнительное ограничение, ну и некоторое упрощение с точки зрения, с вычислительной точки зрения, с точки зрения алгоритма. Ну и теперь мы должны, конечно, поговорить про понятие главного типа. Понятие главного типа мы будем обсуждать на некотором простом примере. Примером будет комбинатор S. S-комбинатор, как известно, он имеет такой вид лямбда, f, g, h, точечка, f. Да, ну и здесь не h, давайте писать как на доске, а z, f, z, g, z. Ну и, собственно, если мы хотим приписать какой-то тип этому комбинатору, мы должны посмотреть на аппликативную структуру, аппликативную структуру того терма, с которым мы работаем. Про z, z стоит в правой аппликативной позиции, он всегда, z сам по себе ни к чему не применяется, поэтому он может быть произвольным. То есть мы z можем приписать некоторые типы. Ну, давайте припишем ро. Я всюду указываю тип ро. Ну, понятно, что достаточно в одном месте указать, но здесь тоже можно указать, это ничего не испортится, в конце концов я на доске пишу. Значит, z имеет тип ро. Теперь, что мы можем сказать про g тогда? Почему я говорю, z имеет тип ро, совершенно не ро. Ну, какой тип на самом деле у z? Sigma, конечно. Sigma. Ну вот, теперь g у нас тогда из аппликативной структуры, из того, что g применяется к z, имеет тип sigma-стрелочка-что-то. Ну, для этого что-то выберем некоторую переменную tau, например. g это sigma-стрелочка-tau. Ну, и наконец, что мы должны сказать? Мы должны еще про f сказать. Мы видим, что f применяется к z, то есть первое, и еще ко второму аргументу. То есть у нее есть аргумент sigma, есть аргумент tau второй. Почему второй аргумент tau? Потому что аппликация дает нам tau. Второй аргумент tau, и возвращает наша, возвращает наша функция, некоторое значение, которое в общем произвольное. Могу я здесь написать tau? Могу. Могу я здесь написать sigma? Могу. Но наиболее общим будет просто некоторое произвольное значение, потому что f может мне возвращать все, что угодно. Если я напишу здесь sigma, это будет некоторое некоторое сужение возможных вариантов. Поэтому я пишу rule. Вот такой тип я могу приписать. Кстати, в какой системе я работаю, раз уж я так написал. Ну вот здесь теперь я могу стереть. Это все у меня записано в черчевской системе, потому что у меня всем каждый лямбда абстракции у меня приписан каждый переменный тип. Ну вот терм s, вот такой вот, он имеет тип, который вы видите, он написан там на доске. Самый первый. Sigma tau rho, это первый аргумент, Sigma tau второй аргумент, Sigma это третий аргумент, ну и наконец тип всего этого выражения, это легко понять, что это rho, ну потому что последним применяется f, и она возвращает значение типа rho. Однако мы можем, мы можем в черчевской системе поступить немножко по-другому. Мы можем, например, сказать, что у меня функция f возвращает не rho, а что-то более частное. То есть я вместо rho могу подставить sigma. И тогда я получу вторую, другую типизацию. Правда? Это тоже законная типизация. А могу вместо, не такую подстановку сделать, а другую подстановку, могу вместо sigma, всюду, где вижу sigma, всюду, где вижу переменную, подставить, tau стрелочка rho, например. или еще что-нибудь неважно, получу третью правильную типизацию. То есть вот идея такая, коль скоро у меня здесь появилась какая-то переменная, и все типизировано, я могу взять любую переменную и подставить вместо нее любое выражение. при этом ничего не испортится. Вот написал я вот такой тип, который у меня сверху написан, а дальше говорю, что вместо переменных могу подставлять все что угодно. Вот тип, который написан сверху, он носит название главного типа, он самый лучший. Все остальные возможные типы, которые можно приписать этому выражению, получается из главного типа с помощью подстановки. Вот в первом случае вот такая подстановка, в втором случае такая подстановка. Ну, можно еще много разных подстановок написать. Фактически мы можем брать любую метапеременную sigma tau и ro, после того, как мы написали, и подставлять что-то. Вместо этих переменных sigma tau и ro легко понять, что любая аппликация, любая абстракция, они останутся согласованными при этом. Вот это некоторая такая важная идея, точнее говоря, важное понятие главного типа. Идея такая, всегда ли существует главный тип? Ну, вот в этой системе к нашему счастью всегда существует, и поэтому здесь возможен довольно такой эффективный, удобный алгоритм, которым мы в Хаскеле и пользуемся. В других более богатых системах иногда оказывается, что главного типа нет. Ну, а если главного типа нет, то в общем все становится гораздо сложнее, потому что без главного типа вся теория, которую я сегодня расскажу, она работает довольно плохо. Ну, вот к нашему счастью, в системе, с которой мы работаем, главный тип есть, и во всех языках программирования, которые хотят типизировать с помощью этой идеи, идея главного типа, она сохраняется и поддерживается. То есть делают такие расширения, которые не разрушают существование главного типа. Ну, хорошо. Ну, теперь как можно выводить главный тип? Давайте обсудим общую идею, а потом мы займемся, безусловно, реализацией этой общей идеи. Ну, вот давайте возьмем некоторые термы, попытаемся вывести для него главный тип. Терм у нас реванопис. Ну, во-первых, мы видим, что это замкнутый терм. Мы до сих пор вообще работали с замкнутыми термами, и это, в общем, хорошая идея, потому что термы, в которых есть свободные перемены, они требуют дополнительной работы, пока мы этим заниматься не будем. Ну, вот у нас есть некоторый замкнутый терм, и мы хотим приписать его тип. Ну, значит, есть несколько подходов, давайте один обсудим. Значит, стартуем с первой идеи. Берем мы каждой переменной, которую мы встречаем, термовую, приписываем некоторую метапеременную типовую. То есть, говорим, пускай у меня x, y, z есть такие переменные, там три. Ну, давайте x припишем альфа, y, b, z припишем g. Здесь мы должны быть немножко аккуратными, потому что у нас может быть одна и та же буковка использоваться для разных переменных. Ну, знаете, что, например, можно вот такое написать, лямбда x, x, примененный к лямбда x, x. Ясно, что вот здесь я к этому x должен приписать переменную альфа, а к этому x это другой x. Здесь я должен приписать переменную бета. То есть, это ламбк реализации. Ну, в общем, к всем разным, различным термопеременным приписываем разные типовые перемены. Следующая идея. Смотрим на все аппликативные подтермы. То есть, подтермы, где у нас что-то применяется к чему-то. Термы вида вот такого, m, n. Ну, здесь у нас два аппликативных подтерма. Во-первых, внутри внутреннего лямбда термы y применяется к x. при этом y имеет тип бета, а x имеет тип альфа. Вот у меня есть аппликативная конструкция. Приписываем этой аппликативной конструкции некоторый тип, но некоторую переменную. Это все мета-переменные, мы их будем потом, они могут замениться на некоторые стрелочные выражения. То есть, здесь я уже отхожу от той договоренности, про которую я сказал, что в начале алфавита у нас переменные, а в конце алфавита мета-переменные. Теперь мы все рассматриваем как мета-переменные. Мы на эти типовые переменные будем писать уравнения. А вот мы сейчас эти уравнения и получили. Ну, вот такая у нас конструкция. Ну, и еще вторая аппликативная конструкция. Вот она там выделена. Мне уже не на доске выписывайте ее. То есть, y применяется к скобочке. И этому выражению приписываем значение ε. Дальше теперь правило типизации аппликации диктует нам некоторые ограничения. А именно, поскольку здесь у меня y применяется к x, то что мы можем сказать? Что бета должно быть стрелочным типом, который принимает левая стрелка альфа, а справа дельта. То есть, мы пишем сразу, что отсюда происходит уравнение бета-эквивалент на альфа, стрелочка дельта. То есть, вот у нас появилось первое уравнение на типы. Ну, поскольку знак равенства у меня у нас перегружен, я использую тильдочку для равенства. То есть, равенство типов мы будем говорить, что вот с помощью тильды. Ну, дальше, другая аппликация тоже нам что-то говорит. Но она тоже нам опять говорит что-то про бета, потому что, если вы посмотрите на другой аппликативный подтягив, то у нас там стоит y, имеющий тип бета. Тут некоторая скобочка, которая какой тип имеет? Ну, понятно, что она из гаммы в дельта. Гамма, стрелочка, дельта. Потому что там лямбда стоит. Скобочка имеет тип. И все вот это вот выражение имеет тип эпсилон. То есть, мы аппликативному по термому приписали эпсилон. Ну, и теперь мы можем легко написать, что бета теперь должно быть, опять же, из правил типизации аппликации, бета должно иметь какой вид? Оно должно принимать аргумент вот такого вот типа. Гамма, стрелочка, дельта. То есть, в качестве аргумента функцию. Ну, а возвращать должно эпсилон. Да, ну, тильда, конечно, да. Спасибо большое. Договорились писать тильда, будем писать тильда. Хотя, на самом деле, это все нормальные уравнения. Ну, вот вопрос в том, как научиться такие уравнения решат. А что значит решать такие уравнения? В чем вообще идея решения? Очевидно, нам нужно таким образом сказать, что вот... Ну, вот давайте посмотрим, как могут быть эти уравнения приведены к единому виду. Ну, здесь мы видим, что бета – это стрелка, здесь мы видим, что бета – это стрелка. Ну, дальше, очевидно, давайте посмотрим. Здесь у нас стоит дельта, здесь у нас стоит эпсилон. Поэтому можно сказать, что дельта и эпсилон должно быть одно и то же. Мы можем дельта, скажем, изгнать из всего этого дела. Скажем, что вместо дельта всюду подставь эпсилон. Ну, а следующая идея – вместо альфа всюду подставь что? Гамму, стрелочку, дельта. Потому что сравнивая это и это, мы говорим, что вот нам нужно подстановку. Ну, вот, собственно, некоторая подстановка такая перед нами и есть. То есть вместо беты мы говорим, что бета – это вот. Вместо альфа мы говорим, что вместо беты мы должны подставить вот это. Вместо альфы должны подставить, как мы сказали, гамма, стрелочка, эпсилон. И, наконец, вместо дельты мы должны подставить эпсилон. Вот выполнив такую подстановку, мы как бы избавляемся, ну не как бы, а действительно избавляемся от альфа, бета и дельты, и результат у нас что будет содержать? Только гамму и эпсилу. Вот если мы сделаем такую подстановку в тип всего нашего выражения, а тип всего нашего выражения, он как выглядит? Он у нас имеет вот такой тип альфа, стрелочка, бета, стрелочка, ну и возвращается у нас что? Возвращается эпсилом. Ну такая структура у нас, аргумент. А? Ну мы сравниваем здесь бета и здесь бета, правда? Они должны быть одинаковыми. Они и есть стрелки. Оба. Ну значит слева от стрелки должно одно и то же стоять, справа от стрелки. Ну вот что-то говорим дельты, альфа это. Это вообще некоторые общие идеи, которые мы потом обобщим. Сейчас я пока просто на пальцах показываю, что вроде так должно быть. А дальше мы введем необходимые нам понятия. Ну непонятно, что такое вообще сложная подстановка, как нам подставлять. Одновременно вот это, или там по очереди. То есть тут много идей, которые сейчас не прояснены. Мы их на следующих шагах, на следующих слайдах как раз проясним. Ну вот в результате, если выполнить эти подстановки сюда, вместо альфа, вот эту штуку, вместо беты, вот эту штуку. Ну и наконец вместо дельты, эпсалон, мы как раз получим тот тип, который там внизу есть. Это тип вот этого выражения, который вывел бы, скажем, Хаскель, если бы мы набрали это выражение на Хаскеле. Если бы спросили его тип, он бы вывел, ну с точностью до имен-дрееменных, естественно, он не греческий использовал бы. Ну вот, структура типа именно такая. Ну вот, это в общем был некоторый такой мотивирующий пример, показывающий, с чем нам предстоит работать. Теперь давайте мы поговорим о следующем, следующем шаге, о подстановке типа. Мы видим, что подстановка нам будет нужна в процессе решения. Ну и дальше вот об этом процессе, который у нас и приводит к выводу интересующего нас главного типа. Ну давайте сначала поговорим, ведем понятие подстановки. Подстановку определим формально и математически. Подстановка это операция из множества типов, множество типа. Сохраняющая стрелочную структуру типа. Точнее говоря, сквозь стрелочную структуру она проваливается, как будто бы никак исказить ее она не может. То есть вообще говоря, мы любой тип можем представить в виде, любой тип можем представить в виде дерева. Ну, например, вот у нас есть некоторый тип там альф, стрелочка бета, стрелочка гамма. Ну, мы знаем, что здесь на самом деле опущены вот такие вот скобочки. И теперь мы можем записать тип в виде дерева. Здесь у нас главная стрелка. Вот она альфа. А здесь опять стрелка. И вот у нас есть бета, гамма. Так вот, любая подстановка в соответствии со своим определением, она проскочит сквозь всю эту структуру, а дальше здесь выполнит некоторую замену альфа, бета и гамма на что-то. Либо на другую переменную, либо на более сложную типовую структуру. То есть оно, существующее дерево, оно никак не изменит, но оно может удлинить это дерево. Либо заменить листик на что-то другое, либо удлинить здесь бета, заменить там на гамма, стрелочка, дельта. То есть нарастить у дерева некоторые кусочек. Подстановка это некоторая функция, которая на подавляющем, вообще типовых переменных у нас бесконечно много, как вы понимаете. Альфа, бета, гамма, дельта и так далее до бесконечности. Любая подстановка имеет конечный носитель. То есть набор переменных, на которых она что-то делает. Ну вот носитель обозначается для подстановки S, носитель обозначается support, английского слова support, support S. И обозначает, и что это такое? Это список переменных, на которых подстановка не тождественна. Ну вот, например, если подстановка у нас имеет носитель альфа и бета, то это значит, что у нас альфа на что-то заменяется, бета на что-то заменяется, ну вот, а гамма, скажем, ни на что не заменяется, гамма не входит в носитель, то есть мы можем сказать, что S от гамма, это не что иное, как гамма. А S от альфа, это ну что-то, какая-то, ну в данном случае вот наша подстановка S, это гамма стрелочка бета. То есть мы всюду, встретив в нашем дереве альфу, когда выполняем подстановку, мы должны альфу заменить на гамму стрелочку бета. Дальше здесь стрелочка, да, ну что я пишу, как-то уж дерево, рисую дерево, так дерево должен нарисовать, здесь стрелочка, здесь гамма бета, вот я выполняю в этот тип подстановку S, то есть если сказать, что это тип Тау, то вот это будет тип S от Тау, то есть вот у меня Тау, это S от Тау. Дальше что я должен сделать, здесь стрелочка, здесь у меня бета, бета входит в носитель моей подстановки и заменяется на что? На альфу стрелочку гамма, ну хорошо, значит здесь было бета, теперь здесь будет альфа, а альфа здесь будет гамма, ну и наконец гамма, вот здесь она в носитель не входит, значит ничего не меняется. Ну вот что получилось в результате подстановки S в мой тип, который я обозвал Тау. Понятно, как подстановка работает? То есть еще раз, у нас есть носитель подстановки, носитель это некоторые нетривиальные замены типа на какое-то выражение, типовой переменной на какое-то выражение. Ну и мы должны пробежаться по нашему дереву, как встретили нужную переменную, заменяем его на соответствующее выражение, ее, на соответствующее выражение типовое. Если переменная не входит в носитель, ничего с ней не делаем. Подстановка выполняется параллельно, конечно у нас здесь вот опять бета возникла, но эта бета возникла в результате подстановки, мы естественно ее не вызываем, не заменяем на альфа, гамма, иначе у нас этот процесс в этом случае пошел бы бесконечно. То есть все подстановки выполняются параллельно одновременно, которые вот там вот у нас описаны, вот то дерево, которое у нас есть. Ну теперь еще одна идея есть, есть тождественная подстановка, конечно. которую мы будем обозначать, ну вообще подстановки мы будем обозначать вот так вот там, альфа что-то там, бета что-то там, присваивается что-то там, ну и так далее. То есть это вот подстановка в общем виде, и в частности есть пустая подстановка, подстановка с пустым носителем, которая ничего не делает, вставляет тип неизменен. Эта тождественная подстановка нам понадобится, потому что про подстановки мы можем сказать следующую вещь. Да, теперь следующая вещь, конечно, очень важная, она зовется композиция подстановок. То есть мы можем взять одну подстановку выполнить, а потом над получившимся результатом выполнить другую подстановку. t от s от tau. Ну вот оказывается, что мы можем абстрагироваться вообще от tau, от базового типа, и говорить про композицию подстановок. t в композиции ss. Как мы можем говорить? Ну вот идея следующая. Композиция двух подстановок это опять подстановка. Какой у нее носитель? Это объединение носителей первой и второй подстановки. Ну вот пример у меня такой. Первая подстановка это та, которая у нас была. Вторая подстановка t, а у нее носитель альфа и гамма. То есть она затрагивает переменные альфа и гамма. Соответственно, композиция подстановок. Это подстановка, которая имеет носитель альфа, бета и гамма. Мы просто смотрим все носители и объединяем их. Ну а дальше, собственно, после того, как я сказал, какой носитель, дальше определение очень просто выглядит, если вы посмотрите на определение. Она говорится, возьми любую переменную, выполни подстановку s сначала, а потом подстановку t над этой переменной. Ну это и есть композиция. Так она и должна быть. Я, собственно, ее так и определил. Независимо от того, что у нас там стоит. Ну здесь у меня стоит tau, некоторый тип. Ну понятно, что стрелочная структура типа подстановка индифферентна к ней, она проваливается, и в итоге подстановка полностью определяется своим значением напеременно. Ну и, соответственно, напеременные, которые входят в носитель, она должна быть выполнена. Напеременные, которые не входят в носитель, она может быть выполнена, но ничего не поменяет. Ну вот, в нашем конкретном случае, если мы аккуратно выполним соответствующие подстановки, мы получим, что композиция подстановок вот отдает вот такой вот результат. Ну я думаю, что нет необходимости явно выписывать здесь все шаги, то есть понятно, что произойдет, но вставлять в качестве упражнения, просто подставлять и получить, то есть выполнить, ну вот эти вот операции над каждой переменной и получить то, что там действительно получается. Важным свойством полезным является следующее. Подстановки образуют мануид относительно композиции с относительно вот этой операции композиции двух подстановок и в качестве нейтрального элемента служит тождественная подстановка, которая ничего не делает. Ну ясно, что тождественная подстановка это единица и левая, и правая. Ну просто по определению. Становка. Ну проверить, что выполняется вот такое вот свойство T в композиции SS, в композиции SQ свойство ассоциативности, я тоже оставляю вам в качестве упражнения. Ну а для мануида больше ничего не надо. То есть есть нейтральный элемент с левой и правой, есть ассоциативность. Коммутативности, конечно, нет у подстановок. Это как бы переставлять, переставлять две подстановки нельзя. Это как раз породит нам некоторые проблемы. То есть значит вообще все совсем просто было, алгоритм был бы простой. Но вот мы увидим, что это не совсем так, что переставлять нельзя, поэтому мы должны кое-что там придумать. И вот теперь ключевое понятие, на котором держатся многие вещи, не только алгоритм Хиндли-Миллера вывода типов, но и масса других идей в теории доказательств, скажем. Это алгоритм унификации. То есть понятие унификации. Что такое унификация? Что такое унификатор? Унификатор это некоторая подстановка. Причем это такая подстановка, которая делает следующую вещь. Она берет два типа, сигма и тау, это два разных типа. Они не равны друг другу. Ну я напишу не равно, не буду уточнять в каком смысле. После этого мы делаем некоторую подстановку в левый тип, делаем некоторую подстановку в правый тип. Вот может оказаться, что после этих подстановок эти два типа оказались друг другу равны. Тогда такая подстановка С называется унификатор. Из двух разных типов, с помощью наращивания некоторого там вот этих деревьев, делает один и тот же тип. То есть еще раз, унификатор это некоторая подстановка. Унификатор берет два разных типа и делает деревья чуть побогаче. Левое дерево наращивает, правое дерево наращивает, так чтобы они стали одинаковыми. Ну вот давайте мы приведем пример, посмотрим на пример, который у нас здесь есть. И поймем, что унификатор это в общем не очень сложная штука. Значит, пример какой? Вот у нас есть два типа. Сигма, я их буду залезать в виде дерева. Сигма у нас вот такой вот тип. Альфа, так нет, что я пишу у нас. На главном уровне у нас стрелочка, вот эта вот первая. Здесь у нас есть альфа, здесь у нас опять стрелочка, здесь у нас бета, здесь у нас гамма. Вот это наш тип С. Теперь тип ТАЛ как устроен. Тип ТАЛ устроен наоборот, у него на главном уровне черная стрелочка. Там здесь у нас чего? Здесь у нас зета переменная, а здесь у нас опять стрелочка, и здесь у нас дельта и эпсил. Ну вот, посмотрите, это два разных типа. Легко, однако, написать их унификатор. Вон он там написан. Ну действительно, давайте сравним. Здесь стрелочка, здесь стрелочка, здесь стоит альфа у нас, а здесь стоит дельта, стрелочка, эпсил. Таким образом, если я выполню подстановку вместо альфа, дельта, стрелочка, эпсил, то что я получу? У меня в правом дереве ничего не изменится, а в левом дереве у меня альфа заменится на дельта, стрелочка эпсил. Таким образом, левое поддерево станет одинаковым. Ну теперь мне осталось правое поддерево сделать одинаковым. Здесь наоборот, тут переменная, а тут некоторая стрелка. Ну окей, раз здесь стоит некоторая стрелка, какую я подстановку должен сделать? Вместо зеты я должен подставить бета-стрелочка гамма. То есть, выполнив вот такую вот подстановку, ну да, что-то я тут много нарисовал, подстановку. Выполнив такую подстановку, я оба этих дерева уравняю, в том смысле, чтобы они примут вот такой вот вид. Здесь у меня будет дельта эпсилон, здесь у меня будет стрелочка, бета, а здесь гамма. То есть, вроде как выглядит все довольно простой. Простой. Ну есть два дерева, просто достроили левое поддерево, правое поддерево. А к сожалению, к сожалению, здесь у меня никаких коллизий не было. У меня все переменные, всюду были разные. Но у меня может оказаться более сложной ситуацией. Теперь мы попытаемся найти унификатор, но уже для случая более неприятного, когда у нас переменная присутствует в разных местах. Вот тип сигма у нас устроен следующим образом. Это на главном уровне стрелочка, здесь у нас альфа, а здесь опять стрелочка и здесь бета, здесь альфа, вот такое дерево, это сигма, которую мы хотим унифицировать. А второй тип, который участвует в унификации, тип Тау, он проще. Это стрелочка, здесь у нас гамма, здесь у нас дельта. Вроде нигде не наврал. Ну, интуитивно понятно, что у нас здесь две подстановки. Опять же, идея поиска подстановки, она очень простая. Мы бежим по одному дереву, по другому дереву, поскольку деревья у нас конечные, одну и... Ну, бежим по самой левой ветве, например. Значит, что-то должно кончиться. Что-то кончилось, остановились, там нашли переменную. Ну, вот здесь вот бежим по левой ветве, бац, здесь переменную, и здесь переменную. Ну, что, тогда мы говорим, что вот у нас есть подстановка, вместо альфа подставить гамму. Это первая подстановка, которая нам нужна. Теперь побежали по другой ветви дерева. Побежали здесь по правой ветви дерева. Здесь дошли фактически сразу до переменной. Здесь дошли до некоторой стрелки. Ну и как бы говорим, окей, как дошли переменную, и так выполняем подстановку. Вместо дельты подставляем бет стрелочка альфа. То есть вот у нас есть две подстановки, и дальше мы вроде как должны сделать их композицию. Правда ведь? Ну интуитивно понятно, что и ту, и другую подстановку нужно сделать. Вопрос в том, в каком порядке сделать эту композицию. Ну вот оказывается, что порядок важен, потому что подстановки друг с другом не коммутируют. Если мы сделаем одну из подстановок, ну давайте вот первую сделаем, то есть это в композиции с этой. Ну что мы получим? Ну носитель общий. Значит, делаем теперь подстановку вместо альфа гамму, но она так и остается вместо альфа гамму, потому что, ну если это S, это T, то подстановка, и мы делаем S, T к чему-то там, то понятно, что подстановка T, она никак на альфу не влияет. Здесь все хорошо. А вот во втором случае у нас переменная зависает. То есть дельта у нас, вместо дельты мы подставляем B ту альфу, а потом вместо альфа подставляем еще гамму. То есть вот если это S, это T, то S, последовательно примененное к T, сначала, когда мы применяем T к дельта, получаем бета альфа и к результату применяем S, в итоге получаем, что дельта, это у нас будет бета стрелочка гамма. И вот эта вот хорошая вещь порождает нам унификатор. А вот если мы будем делать композицию в обратную сторону, переставим местами S и T, то у нас, посмотрите, что будет. Вместо альфа по-прежнему будет гамма, но вместо дельты у нас уже, поскольку подстановка вторая, вот эта T, она внешняя, то она опять вернет нам переменную альфа, от которой мы вроде как избавились на первом шаге. То есть вот здесь мы вроде бы избавились от альфа, а теперь альфа нам опять вернулась. И вот эта вторая ситуация, она плохая. То есть это не даст нам унификатора. В общем, из этой примера можно вынести следующую мораль, которая внизу записана. После того, как мы нашли одну элементарную подстановку, вот, скажем, такую, мы должны дальше проехаться, нашли одну элементарную подстановку, вот здесь сказали, что альфа это гамма. Мы должны дальше всюду по деревьям проехаться и всюду, где мы альфа встречаем, заменить ее на гамма. Ну вот это просто то, что унифицирует нам, но дальше мы должны проехаться по оставшимся под деревьям, необработанным, и всюду, где у нас написано альфа, выполнить эту подстановку, заменить на гамму. Ну вот и тогда порядок уже не важен. То есть как только одна из элементарных подстановок вытянута, так мы должны всюду ее выполнить, где мы можем избавиться от переменной. Как только мы сказали, что альфа должна быть вот так вот, так же мы от альфа всюду избавляемся. И тогда, в общем, в некотором смысле коммутация восстанавливается. Ну вообще про подстановки есть некоторые элементы подстановки, которые говорят, что подстановки коммутируют, если при протаскивании выполнить еще внутреннюю подстановку внутри. Это у нас было элементы подстановки термов. Чуть ли не на самом первой нашей лекции. Если вы ее посмотрите, вы увидите, что, в общем, есть некоторая такая, что делать при коммутации подстановки, чтобы равенство все-таки выполнялось. Элементарные это просто на букву или на стрелку? Элементарные это означает, что нашли, что некоторые переменные заменяются на что угодно. На стрелку тоже может быть. А как они тогда были элементарные? Так да, любая подстановка вот такой выдели элементарных. Так в смысле, у нашего этой подстановки сейчас элементарные. Но тем не менее, то есть и вместо альфа поставить гамма, это элементарная подставка, и вместо дельфа поставить бета в альфа тоже элементарная подставка. Тем не менее, какая-то не является правильной. Да. Да, да, а неважно, говорится, что вот как бы да, некоторые являются правильными, некоторые нет, но мы здесь нашли в чем проблему, в том, что мы хотим с помощью подстановки изгонять некоторые перемены, это вторая дополнительная идея, то есть ну вот мы сделали, получили вот все, что здесь получили, а дальше начинаем думать, как бы нам вот от этого порядка не зависеть. А ответ заключается в том, что если мы при анализе нашли, вот здесь вот, как бы, скажем, нашли, что дельта это бета-стрелочка гамма, ну и дальше должны проехаться по всему остальному, и если где-то дельта встретили, заменить ее на бета-стрелочка гамма, выполнить ее. Идея на самом деле верная с точки зрения того, что мы ищем, мы хотим уравнять деревья, правильно? Для того, чтобы уравнять вот это под дерево и вот это под дерево, например, что мы должны сделать? Мы должны, единственное, что можем сделать, это дельта заменить на бета-стрелочка гамма. Если мы это не заменим, то эти деревья у нас не уравняются, правильно? Ну, а раз мы такое нашли, это должно быть обязательно сделано, значит, всюду, во всех остальных местах, где дельта у нас есть, мы должны от него избавиться, заменить на бета-стрелочка гамма и продолжить процесс унификации. Понятно, да? То есть, в общем, из-за некоторых общих сравнений, я формальных доказательств не даю, здесь можно писать формальные доказательства, но они очень длинные, нудные, поэтому, в общем, разобрать все случаи. То есть, я не пишу формальные доказательства, но, в общем, идея понятна, да? Что мы делаем? Ну, хорошо. Значит, вот, давайте, поехали дальше. Дальше есть вещь, про которую я вообще никаких доказательств не даю, я говорю, что, как бы, да, ну, значит, понятие, конечно, понятие главного унификатора. Вот есть у нас унификатор, то есть, некоторая подстановка, которая берет два типа и превращает их в один тип. Левая и правая сводят к одному и трампу. Теперь мы формально вводим понятие главного унификатора, про которое уже говорили. Главный унификатор — это такой унификатор, что, если есть любой другой унификатор, S'', может быть получен из главного унификатора композиция с некоторой подстановкой. То есть вот у нас есть S главный унификатор, если для любого другого S'', существует такая подстановка T, что S' равняется T и главный унификатор. То есть сначала мы унифицируем главным унификатором, а потом уже что-то заменяем. Ну, идея, помните, у нас была идея главного типа, principal type. Это тип, из которого любой другой может быть получен с помощью подстановки типов. Ну, вот, собственно, здесь именно такая история есть. То есть есть некоторый главный, самый лучший унификатор, который дает самое общее значение, а дальше мы уже здесь можем вместо одной переменной поставить другую буквку или вместо переменной поставить стрелочку. У нас получится менее общее решение. Ну, вот для наших примеров предыдущего, то, что у нас получилось в результате, это главный унификатор, потому что мы экономно действовали здесь, мы ничего лишнего не делали. Для того, чтобы унифицировать, у нас гамма должно быть альфой и дельта должно быть вот этой. Но, в принципе, мы могли бы пойти и дальше, просто выполнить некоторую еще дополнительную подстановку. Ну, например, еще бета всюду, где видим, заменить на epsilon стрелочкой epsilon. Вот как там написано. Ну, то есть понятно, что если я здесь бета заменю на epsilon стрелочкой epsilon, то деревья будут одинаковые. То есть я получил общее дерево, которое вот здесь вот, минимальное общее дерево, которое выглядит как у нас? В случае этого примера, оно выглядит так. Здесь вообще не важно, какая переменная, ну, гамма, мог бы альфа написать. Здесь у нас чего? Бета здесь гамма. То есть вот результат унификации с помощью подстановки S, вот такой вот S sigma и S от tau дадут нам вот такое вот дерево. Но теперь в этом дереве я, например, вместо бета могу там написать, заменить бета на epsilon стрелочкой epsilon. Или заменить гамму на бету. Это все более частные случаи одного и того же, одной и той же конструкции. То есть вот из этой подстановки любую другую, из этого унификатора, любую другую можно получить добавлением еще чего-то композиции с какой-то подстановкой. Ну, легко понять, что наоборот не получится. То есть из S штрих S получить нельзя никакой подстановкой. Любая подстановка увеличивает количество стрелок или же сохраняет их на том же уровне. Поэтому здесь это самое экономное в отношении стрелок конструкция. Если здесь epsilon epsilon, то уже уменьшить количество стрелок с помощью подстановки мы не сможем. Ну, хорошо. Ну и, наконец, теорема Робинсона об унификации. Теорема Робинсона говорит следующее. Что задача поиска главного унификатора разрешима. То есть существует алгоритм, его называют U-унификация, который для заданных типов sigma и tau возвращает либо главный унификатор, если он существует, либо сообщение об ошибке, если главного унификатора нет. Если два типа не могут быть унифицированы. Ну, когда не может быть унифицирован, мы поговорим. Чуть позже. То есть это действительно разрешимый алгоритм. То есть за конечное число шагов мы можем либо найти главный унификатор, либо понять, что унификация невозможна. Ну, теперь мы понимаем, как решать уравнение на типы. Помните, мы с чего стартовали? Мы говорили, что вот у нас есть много уравнений на типы, вот есть некоторое уравнение sigma и tau, как его решить? Ну, оказывается, как решить? Сделать унификатор, который унифицирует левую и правую часть. Тогда, если такой унификатор есть, то чудесно. Мы им пользуемся, и у нас слева и справа получается одно и то же. Собственно, во всех дальнейших рассуждениях унификации ключевой момент заключается в том, что стрелка прозрачна для подстановки. То есть, вот последнее утверждение на этом слайде, оно как раз об этом и говорит. Что если нам нужно решить уравнение со стрелками, то это то же самое, что решить пару уравнений без стрелок. Левое под дерево и для правого под дерево. То есть, любое уравнение со стрелкой мы можем превратить в уравнение без стрелок. И, кстати говоря, в обратную сторону тоже верно. У нас, помните, когда мы обсуждали, у нас возникала система уравнений. на тип. Помните пример мотивировочный был? У нас там возникло два уравнения. Ну, окей, а как систему уравнений превратить в одно уравнение? Воспользоваться в обратную сторону этим что? Это что? То есть, есть два уравнения, как его собрать в одно. Просто здесь дело, стрелки, да и все. То есть, мы, систему уравнений на тип и одно уравнение на тип, это одно и то же фактически. Мы можем собрать из системы одно уравнение на тип. То есть, для нас неважно одно уравнение или много уравнений. Мы всегда их можем собрать вот такую конструкцию, а потом решать разбирая. Ну, это такой технический момент, который полезен в том смысле, что мы теперь, я могу говорить, уравнение на тип и в количестве одна штука, и система уравнений на тип, это одно и то же. А как именно мы составляем в одну стрелку, это неважно? То есть, мы могли бы написать здесь сигма-2 и сигма-1, а та же сторона там-2 и стал ровно? Нет, конечно, вот ровно так. Мы должны левое под деревьем быть равным и правое под деревьем быть равным. Да, но можем ли мы поделять, мы можем поменять под деревьем местами? Ну, технически, когда собираем, конечно, можем. Ну, в обратную сторону, когда действуем, потому что, ну, равенство насимметрично. Ну, то есть, можем, хотя, как бы, с точки зрения, это будут разные функции, но мы здесь нас не интересуем. То есть, мы собираем нашу стрелку? Ну, с точки зрения алгоритма унификации деревьев симметричны абсолютно. Нет, важно, что если мы здесь все зеркально отобразили, то мы и здесь должны зеркально отобразить, но алгоритм унификации от этого никак не меняется. Кстати говоря, еще пару слов. Робинсон, собственно, совершенно никакой, ни про какие типы не говорил. В 65-м году никаких таких типов и не было. То есть, эта унификация просто деревьев. То есть, это гораздо более мощный алгоритм во всяких системах доказательств. Этот алгоритм используется широко. То есть, термин унификации и фамилия Робинсона, они как бы присутствуют. То есть, это вовсе не специальный для вывода типов алгоритма. Наоборот, довольно мощный инструмент, который позволяет решать некоторые полезные, доказывать, что доказательства существуют. Искать некоторые, в общем, ладно, теорией доказательств не будет заниматься. Более мощная штука. Вот, что я хочу сказать по этому поводу. Ну и, собственно, да, теперь мы можем написать алгоритм унификации. У нас все готово, мы все уже обсудили. Алгоритм я буду писать на некотором псевдо-хаскеле. Ну, фактически на чистом хаскеле. То есть, здесь я использую споставление с образцом. Опять возвращаюсь в ту идею, что из начала алфавита греческие буковки, это у нас переменные типа. А из конца алфавита буковки, это произвольные выражения типа. Итак, если у нас есть алгоритм унификации альфы и альфы, то есть, когда здесь и здесь одно и то же, то нам никакая подстановка не нужна. То есть, нужна постоянная подстановка. Все, все унифицировано, все хорошо. Все совпало, вот, значит, этот случай обработан. Дальше споставление с образцом. Переменная некоторая альфа и некоторый терм. Терм, конечно, это выражение типа. Если альфа у нас входит в множество переменных тау, что это значит? Это означает, что мы хотим унифицировать что-то такое. Альфа, там альфа, стрелочка, бета. Вот такого рода уравнения. Кто говорит, что такого быть не может. Это ошибка. Почему это ошибка? Ну, за исключением первого случая, конечно. Кто может сказать, почему это ошибка? Ну, какое количество стрелочек в альфе? Пусть в альфе там 7 стрелок. Тогда в альфе 8 стрелок, как говорится здесь. Слева 7 стрелок, сразу 8. Какая подстановка у нас не была, подстановка влево и вправо выполняется. Поэтому количество стрелок неопределено. Ну, пока деревья конечны все, то такого быть не может. То есть это уравнение решения не имеет. Ну, за исключением вот тривиального случая. Если альфа у нас с вашими средствами. Нет, мы придумываем подстановку вместо альфы чего-то. Унификация должна быть. Это не стрелочный тип, да. Мы как раз разрешаем относительно. Ну, вот, да. Это правильный вопрос. Вообще говоря, это переменные типы. У нас все в типе, у нас в типе есть переменные. И они все свободные. В нашей простой системе. У нас нет связывателей. В чуть более богатых системах полиморфов там связыватели появляются. Но мы их заниматься не будем. Поэтому для единства я пишу free variables. Но имею в виду, что все переменные здесь свободные. То есть это просто список всех переменных, которые в Тау присутствуют. Ну, в данном случае это альфа и b. Пробежались, все посмотрели переменные. Если же здесь переменная справа не присутствует у нас, логарифм унификации в правом типе, то тогда мы говорим, что все окей, вместо альфа подставляет то, что у нас справа есть. Это как раз тот случай, который мы разобрали. То есть вот у нас здесь возникает некоторая подстановка. То есть пока у нас никакой рекурсии нету. Дальше два рекурсивных случая. Первый псевдорекурсивный случай, на самом деле, мы могли написать тоже нерекурсивно. Но я просто его свожу. Свожу четвертый случай к третьему. Переставляя аргументы. Мы как раз только что обсудили, что порядок не важен. Поэтому переставить аргументы нужно. Я говорю, что если у меня справа стоит переменная в моем уравнении, а слева стрелочный тип, ну потому что случай переменной слева мы уже разобрали, теперь существующий, кроме переменной, стрел. Тогда просто переставляем местами и фактически за один шаг переходим к случаю номер 3. Ну и, наконец, последняя ситуация. Если у меня слева стрелка и справа стрелка. Тогда очевидно, что я должен сделать. Я должен унифицировать правое поддерево и унифицировать левое поддерево. Правда? То есть вызвать алгоритм унификации. Но, а. Здесь есть некоторые произволы. Я сейчас говорю, что давайте будем сдвигаться всегда вправо. То есть находим унификатор для правого поддерева. Ищем, ищем, ищем. Вот там в самом конце, я даже не влезла на слайд немножко, в блок. Унификатор для правых поддеревьев. Мы его нашли. Ну, рекурсивно вызвали. Значит, он как бы в конце концов все сведется к одному из первых четырех случаев. Потому что деревья конечны. Значит, нашли этот унификатор для Sigma2 и TaU2. Это некоторая подстановка. Но вот дальше, если бы я написал просто так, вот такой случай. Наивно. Если бы я написал вот так вот. Унификатор для Sigma1 и TaU1 в композиции с унификатором для Sigma2 и TaU2. Мы сказали, что это не очень работает. На прошлом слайде увидели, почему это не очень работает. То есть, ну, непонятно, в каком порядке это все писать. Иногда получится унификатор, а не получится. Как только мы какой-то унификатор нашли, мы должны тут же во всех остальных местах его подставить. Ну, вот там ровно это написано. Говорит, что прежде чем вот этот унификатор искать, мы должны взять и вот этот вот унификатор, унификатор это подстановка, применить к Sigma1, применить к TaU1. Видите там, да? Унификатор, примененный к Sigma1, унификатор, примененный к TaU1. А вот дальше уже вызвать унификатор вот этот. Таким образом, да, у нас как бы происходит рекурсивный вызов в двух местах, но мы идем всегда по одному правому дереву в данном случае, хотя могли бы по левому идти, с той же самой. Доходим до упора и дальше монтируем подстановку, вот когда дошли, вернулись до следующего узла и здесь избавились от соответствующих перемен. То есть, когда мы дошли до переменной, двигаясь по правому поддерево, мы дальше, прежде чем выполнять унификации все, выполняем вот эту вот подстановку, которая у меня в правом поддерево получилась. Ну, таким образом мы реализуем, собственно, ту идею, которая на правом предыдущем слайде у меня была. Ну, теперь всякие теоремы. Их три, две я, в общем, объясню, как доказывается, третью отошлю у вас к литературе. Первая теорема, что этот алгоритм всегда завершается. Ну, во-первых, все деревья типов конечны, поэтому у нас есть конечные деревья. Правда, у нас есть некоторые подстановки, которые наращивают, могут наращивать деревья, поэтому так наивно, в общем, ну, как бы, ну, получили какую-то подстановку, взяли, у меня дерево стало длиннее, получили подстановку, взяли, дерево стало длиннее. Но здесь рассуждение следующее, смотрите, какие. Значит, мы, как бы, всякий раз, когда мы в процессе этого логаритма доходим до листа, а мы обязательно доходим до листа, потому что у нас, как бы, конечное дерево, мы получаем некоторую элементарную подстановку вместо альфа, какое-то выражение. Значит, дошли до листа, а дальше мы говорим, что у нас, после того, как мы дошли до листа, мы вот эту подстановку выполняем всюду в остальных местах. А это значит, что у меня за конечное число шагов мы находим вот эту вот альфу, дальше выполняем эту подстановку, и количество типовых переменов у меня стало меньше на единицу. Следующий такой же цикл проведет нас к тому, что мы находим какую-то бету, опять за конечное число шагов, опять ее подставляем всюду, и количество типовых переменов стало меньше на единицу. То есть таким образом у меня за конечное число шагов количество типовых переменных всегда сокращается на единицу. Ясно, что такой алгоритм не может быть бесконечным. То есть либо у меня останется ровно одна типовая переменная, которая уже, либо у меня произойдет тонификация. Ну, либо я вылечу сообщение об ошибке, это третий результат. То есть бесконечного числа шагов у меня быть не может. То есть я могу сверху оценить количество переменных на некоторую длину дерева. Количество шагов моего алгоритма. Второе. Второе теорема заключается в том, что этот алгоритм действительно дает унификатор. Ну, здесь индуктивно доказывается. То есть мы говорим, что... Ну, в общем, стандартное индуктивное рассуждение не буду, я же время тратить на это. Это, в общем, довольно просто показать, что получившаяся подстановка действительно дает унификатор. Ну и, наконец, третье. Вот это довольно сложно и нудно доказывать, что она дает именно главный унификатор. Здесь требуется некоторые дополнительные вводить идеи. Вот ссылки на два источника, которые на последнем слайде есть. Если кому-то хочется разобраться с доказательствами этих теорем, он может посмотреть там и сям. Либо в Пирсе, либо в Берендректе. Ну, Пирс на русский переведен. Берендрект более такой формально-математический. Ну, в Пирсе там довольно длинное, нудное доказательство. Я, в общем, больше уж математикам рекомендую Берендректе читать, чем Пирса. Вот, собственно, дальше у меня есть некоторый пример алгоритма унификации, который, в общем, можете сами поразбирать. Но у меня уже не очень время есть. Поэтому просто давайте мы двинемся дальше и перейдем к следующей идее. Итак, унифицировать мы научились. Теперь нам нужно просто сформулировать ряд теорем еще, которые позволят нам из нашего умения унифицировать, позволят нам научиться находить так называемый главный тип. Собственно, это же нашей целью было. Мы пока научились унифицировать типы, теперь как искать главный тип. Нам нужно формализовать две вещи. Формализовать построение уравнений на типы и формализовать поиск главного типа. Терм, кстати, нас может быть и не замкнутый, поэтому у нас здесь есть некоторые проблемы. Ну, первая теорема, она о существовании системы ограничений. То есть систему ограничений всегда можно построить. У нас есть терм какой-то, лямбда тем. Ну, в стиле карри. Прости, черт, че я не говорю, хотя можно было бы про черт, че говорить. Итак, есть терм M в стиле карри. Говорит, что для него можно построить систему ограничений. Ну, первое, что мы делаем. Нам, во-первых, для типизации терма в стиле карри нужен контекст G. То есть мы утверждение о типизации терма вот такое вот мы можем дать только в некотором контексте. В контексте G, как вы помните, необходимо все свободные переменные типа M описать. То есть если X — это свободная переменная терма M, то X должна с какой-то, не знаю, с каким-то типом входить в контекст. То есть контекст нам нужно, чтобы свободные переменные задать. Теперь, ох, тут довольно формально математически все описано. Довольно формально математически все описано. В общем, говорится здесь следующее, что всегда существует система ограничений, которую мы можем написать для любого вот такого вот терма. Что такое система ограничений? Ну, помните, с чего мы начинали? У нас был некоторый терм там, ну, я не знаю, там, лямбда Х, точка Х, Y, например. Как мы могли бы приписать ему тип? Мы сказали, ну, давайте переменные припишем тип там. Альфа, другой переменный, бета. Ага, нам здесь нужен контекст, говорим мы. Какой контекст нам нужен, чтобы типизировать все это? Нам нужно написать, что Y имеет тип бета. Вот в этом контексте тогда мы можем написать, что альфа, бета, что все это имеет тип гамма. То есть вот мы написали некоторые совсем формальные утверждения. Это, конечно, ну, утверждение типизации, правда? Теперь дальше. Мы знаем, что у нас на самом деле есть правила типизации. Для того, чтобы правила типизации выполнялись, у нас альфа, бета и гамма должны быть связаны каким-то образом. И мы, вот как говорится, что чем бы мы тут не понаписали, какие буквки мы не поприписывали всем переменным и всему прочему, мы можем породить систему ограничений, которая нам все описывает. Это будет, ну, просто как бы формально доказательство существования теоремы. Вот теорема утверждает, что система ограничений существует, ну, разумная как раз, та, которая порождает нам. То есть ясно, что можно написать любой набор уравнений, ну, вот как бы утверждается, что отсюда я могу вытащить набор уравнений, такой, что он обладает следующим свойством. Если есть некоторая подстановка S, которая унифицирует вот всю систему ограничений, обзовем E. то есть, ну, вот давайте все-таки, например, сделаем, вот что у нас здесь есть. У нас здесь есть, что мы можем сказать? Есть аппликативный подтерм, правда? Вот такой вот. Ну, что мы можем ему приписать? А, давайте будем в другую сторону разбирать будем. Это у нас лямбда, да? Весь терм имеет, представляет собой лямбду. Угу. Значит, что должно быть? Мы просто пишем, что этот терм имеет тип, да, ну вот давайте телу припишем там какую-нибудь дельту, да? Вот так вот. И тогда, что мы можем написать? Нет, ну не X только. Что гамма равняется, ну, равняется у нас вот так вот. А? Из альфы только. Из альфы. Из альфа в дельту. Согласны? Ну, а теперь, что дальше? Ну, поехали дальше разбирать. Здесь у нас что? У нас X и Y есть, правда? Ну, что отсюда следует? Альфа есть. Альфа должна быть стрелочным типом из беты в дельту. Ну, собственно, все в роли, да? Ну, тут мы еще, конечно, можем вообще здесь хоть ru написать. Дальше дошли до переменной свободной, правда? Ну, вот у свободной переменной чего мы можем написать? Что бета эквивалентно ru. То есть мы можем вообще совершенно разнообразно новые переменные вводить для обозначения чего угодно. То есть есть у нас какой-то подтерм, который нас интересует. Мы можем присвоить новую переменную по ходу дела. Ну и дальше, разбирая терм до переменных, мы получаем вот такую систему ограничений. Фактически вот это и есть доказательство этой идеи, потому что если у нас, вот у нас теперь появилась система ограничений E, утверждается следующее, что если подстановка S унифицирует систему ограничений E, вот эту систему ограничений, то тогда эта подстановка S, тогда эта подстановка S делает утверждение атипизации верным. То есть S, выполненное на контексте, и S, выполненное на гамме. Вот это утверждение атипизации становится верным утверждением. Это пока неверное утверждение. Понятно, да? Здесь разные буквы. А вот если вот, ну всегда можно, существует, существует такая подстановка, существует такая, точнее говоря, теорема, существует такая система, что если подстановка унифицирует эту систему, то подстановку дает нам ну фактически вывести главный тиму этого теорема. Вот чего говорит эта теорема о существовании. Фактически то, что я сейчас сделал, это почти доказательство и есть. То есть вот алгоритм построения этой системы, он перед вами. У нас есть контекст, что у нас вообще изначально есть. есть контекст, вот он, есть терм, вот он, и есть, ну я здесь гамма обозначил, есть тип, которым мы приписываем все выражение, ну вот сигма, вот они у нас. Есть три вещи. То есть формально у нас изначально есть терм, но по термам мы можем построить контекст. В контексте мы типизируем или не типизируем, а ждем. ну вот, ну вот, собственно, терм M это либо переменная, либо аппликация, либо абстракция, и вот у меня описано, как работает переменная, как работает алгоритм. если M это переменная, то помните, у нас возникло что? Вот у нас последнее уравнение. Просто смотрим, ага, это переменная, да, эта переменная должна обязательно присутствовать в контексте, потому что она свободная. Ну а терм, стоящий из одной переменной, это свободная переменная. Значит, она присутствует в контексте, значит, полезли в контекст, нашли тип, написали соответствующий уравнение. То есть sigma равняется значению переменной в этом контексте. Ну здесь g от y равняется row, то есть контекст рассматривается как функция из переменных в типы. g от y это row. Ну вот в таком контексте g от y это row. Если есть аппликация, то что мы делаем? Была у нас аппликация, мы вводим новую переменную, для левого подтерма и вызываем алгоритм унификации вот не для левого подтерма, а для правого подтерма. Говорим, что если у нас m, n аппликация, то мы говорим, что и все это имеет некоторый тип sigma в контексте гамма. То что мы делаем? Мы тогда говорим, что n имеет некоторый тип альфа, в контексте гамма. И одновременно в контексте гамма m имеет какой тип? Альфа, стрелочка, sigma. Ну то есть здесь мы вводим альфа, свежую переменную. Мы как бы немножко изменили наш подход. Если изначально мы говорили, давайте всем переменным припишем, и всем аппликативным подтермом припишем, то теперь мы наоборот делаем. Мы как говорим, есть у нас некоторый терм, которому мы хотим приписать некоторый тип целевой. Окей, говорим мы, для того, чтобы приписать аппликативному терму тип sigma, и что мы должны сделать? Мы должны терму n приписать некоторый новый тип альфа, не свежий, а терму m приписать тип альфа, стрелочка, sigma. И запустить алгоритм наш поиск системы уравнения для этого, в случае для этого. Ну запустили, если опять аппликация, опять этот алгоритм. Ну и последний случай, это случай абстракция. Если у нас есть лямбда, то что у нас происходит? Если у нас есть лямбда, у нас, во-первых, возникает, мы должны ввести для х некоторый тип, свежий альфа. Мы должны ввести для всего, для терма m свежий тип бета и сказать тогда, что тип sigma целевой, а это альфа, стрелочка бета. Ну ровно то, что у нас как раз и говорится, когда мы типизируем лямбда абстракцию. То есть вот так работает алгоритм. Мы видим, что этот алгоритм рекурсивный, он разбирает терм у нас, разбирает, разбирает, разбирает его. На каждом шаге он вводит новые переменные, типовые. Ну понятно, что он всегда завершается и всегда порождает нужный нам набор уравнений. Вы этот алгоритм будете сами реализовывать, так что в общем остались какие-то вопросы по этому случаю. Это такой в общем наиболее неприятный момент, потому что студентам, хотя он не самый сложный, студентам как-то он не очень нравится. Его и на Хаскеле тяжело реализовывать. Нам откуда-то свежие переменные нужно набирать, причем свежие, честно свежие для всего большого терма. Ну вот. Нет вопросов, да? Ну хорошо, нету, так нету. Ну вот в качестве опять же упражнения можно вот это построить, мы пожалуй этим и займемся вскоре, так чтобы понять, как это все работает. Но мы займемся этим в начале практики, а сейчас давайте мы наконец придем к идее главного типа. Оказывается, мы можем даже больше, чем главный тип выводить, мы можем выводить так называемую главную пару. Что такое главная пара? Это пара из контекста и типа. Нам дается некоторый терм M. Мы можем построить такой контекст и такой тип сигма, что в контексте G M имеет тип сигма, во-первых, то есть пара из G и сигма мы можем построить. И во-вторых, любое другое утверждение в контексте G штрих M имеет тип сигма штрих получается с помощью некоторой подстановки из нашей главной пары. То есть S подстановка от сигма это сигма штрих. Ну как мы знаем, терм мы можем приписать много разных типов, бесконечное количество, правда? Но мы можем найти некоторый главный тип. Идея главной пары заключается в том, что мы можем автоматический контекст сгенерировать. Ну вот в частности, давайте посмотрим, что у нас для терма, какая главная пара для терма M, который здесь есть. Ну, во-первых, как контекст будет устроен? Понятно, что свободная переменная единственная Y, и вот у нас там появляется Y имеет некоторый тип альфа. Дальше, как главный тип нам найти? Ну, здесь все довольно просто. Y имеет тип альфа, X тогда имеет из аппликативной природы тип альфа стрелочка бета, ну, а весь терм принимает альфа стрелочка бета, ну, и возвращает значение типа бета. То есть вот, как бы, главная пара выглядит так, ну, и, соответственно, внизу у меня утверждение типизации, которое говорит, что в контексте, где Y имеет тип альфа, у нас мой лямбда-терм, вот такой вот тип, который вы видите здесь, он имеется. Ну, и, наконец, теорема Хиндли-Миллера, которая, собственно, практически завершает все наши рассуждения, она говорит следующее, что существует такой алгоритм, который возвращает для произвольного терма без типового лямбда-исчисления либо главную пару, если M можно типизировать, либо сообщение об ошибке. Ну, собственно, этот алгоритм тоже, то есть, эта теорема доказывается конструктивно, то есть, мы предъявляем алгоритм, мы говорим, что это предъявляемо. Что делаем? Во-первых, берем терм М, находим все свободные переменные, ну, пускай их М-штук-тах, вот это X, приписываем этим свободным переменным термом произвольные типовые переменные, ну, X1 я приписал, альфа-1, X2, альфа-2 и так далее, Xn, альфа-M. Это так называемый начальный контекст, G нулевое. Дальше, в качестве сигма нулевого, начального типа всего терма М, приписываем некоторую переменную бета. Это то, с чего мы стартуем. Дальше, запускаем алгоритм Е на G нулевое, М и сигма нулевое. Алгоритм Е, как вы знаете, всегда дает нам систему уравнения, он всегда существует. Запустили этот алгоритм Е, получили систему уравнения. Запускаем алгоритм унификации на этой системе уравнения. Алгоритм унификации либо дает нам сообщение об ошибке, ну тогда мы эту ошибку и возвращаем. Либо алгоритм унификации дает нам эту подстановку. Дальше мы берем эту подстановку и выполняем ее в контексте G нулевое и в нашей сигма нулевое. Это и будет главная пара. Вот. Собственно, это, конечно, псевдохаскин, но вот, в общем, тут описано, как наши алгоритмы работают все. Главный тип это частный случай главной пары, когда у нас терм замкнутый. Если замкнутый терм, то мы говорим про принципу алгоритм, тогда главная пара состоит из пустого контекста, ну и некоторого главного типа. Ну, понятно, что существует такой алгоритм, который возвращает нам главный тип. Это просто частный случай предыдущей теории. Ну и все, на этом мы завершаем наш лекционный курс. Перед нами еще практика, на которой мы все это реализуем. А я прощаюсь с вами в лекционном смысле. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok